Развитие малого птицеводства это часть большой программы поддержки отечественного фермерства, которая была утверждена в 2010-м. Спустя год первые хозяйства получили помощь от государства, в их числе и разводчики перепелов из Гатчинского района. Мы получили субсидии в размере 10 миллионов рублей. Бюджет возместил 5 миллионов рублей затрат, связанных со строительством зданий, и 5 миллионов инженерной инфраструктуры. До начала реконструкции у фермы было 20 тысяч взрослых перепелов. После выхода на промышленную мощность хозяйство порядочно разрослось. Теперь здесь в 18 раз больше взрослой птицы, детсад на 360 тысяч мест, и еще родительский цех и инкубатор на 120 тысяч яиц. По оценкам экономистов, эта ферма занимает до 90% рынка Северо-Запада. В масштабах страны это уверенное второе место. Рабочий день сортировщика начинается в 8 утра, заканчивается согласно старому советскому закону в 16.12. За это время работник успевает ассортировать и упаковать до 10 тысяч яиц. Строго по правилу, острым носиком вниз. Работа эта требует не только особенной внимательности, чтобы битое яйцо не попало в упаковку, но и хорошо развитые мелклиматорики. Упаковка – это финальный аккорд длительного и кропотливого процесса. А начинается все с родительского цеха, где перепеленные пары заняты производством потомства. Яйца собирают и закладывают в инкубационные машины на 15 дней. Затем в выводные шкафы, там и вылупляются цыплята. И сразу же очередной переезд – в цех выращивания. Здесь их ждет полный пансион. Корма, вода, курортная температура – 38 градусов по Цельсию – и наблюдение врачей. Вот это вот девочка будущая. У нее грудка светленькая. А вот это мальчик. У него грудка с рыжими перышками. Спустя месяц с небольшим перепела вступают в настоящую взрослую жизнь. Начинают давать яйца. В среднем перепелов производителей держат 330 дней. Дальше – смена поголовья. А на полки универмагов поступают диетические тушки. Они, в отличие от замороженных из Франции, охлажденные. К слову, перепелиное яйцо в Россию и вовсе не завозят. Своих хватает. Катерина Павлюченко, Дмитрий Долгов, Сергей Ларичев. Вести. Петербург.